Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Меня зовут Игорь, я эксперт по растениям. И сегодня я вам расскажу об очень интересных вещах. О том, какие ядовитые или опасные для жизни растения могут встретиться на вашем садовом участке. Многие садят цветочки, какие-то растения, совершенно не задумываясь о том, что они могут представлять угрозу для вашего здоровья. Имейте в виду, если у вас есть маленькие дети или у вас есть домашние питомцы, которых вы берете с собой на ваш участок, что некоторые растения, красивые цветочки, красивые ягодки могут представлять для них опасность. Вот сейчас я вам основные эти растения постараюсь перечислить. Ну, начнем с более таких простых растений, например, клещевина. Очень часто клещевину сажают вдоль заборов, декоративная достаточно, красивые листья, лопухи. Никакого фактически ухода не требуют, неприхотливая. И очень красивые плоды, такие ежики, внутри которых фасолинки находятся. Вот эти фасолинки, это, наверное, одно из наиболее ядовитых вещей, которые в растительном мире вообще встречаются. Не дай бог ваш ребенок съест 2-3 штучки такие, а взрослые 5-6 штучек. И, в общем, вам гарантированы просто проблемы с легкими, с печенью, с почками. Там находится один из сильнейших ядов, который называется рецы. Еще одно очень популярное растение, которое встречается на цветочных грядках, называется оно дельфиниум. Очень красиво цветет, колокольчики такие большие. Но имейте в виду, что практически все части этого растения ядовиты. Особенно много этого яда находится в корнях и в плодах растения. Мало того, даже нюхать это растение, в принципе, не рекомендуется достаточно долгое время, потому что наступает состояние, напоминающее опьянение. Обязательно нужно вспомнить всеми нами любимый цветок весенний, который называется нарцисс. Тоже вроде красивый цветочек, но на самом деле достаточно ядовитый. Его клубни, луковицы очень ядовитые и листики. Вот многие, особенно дети, по незнанию думают, что это лук и пытаются его съесть. Ну, смертельных случаев, наверное, не будет, но, тем не менее, симптомы отравления достаточно серьезные. Судороги, тошнота, рвота. В плохих случаях врач даже может поставить капельницу. Еще один знаменитый цветок, который называется наперстянка. Крупные колокольчики, красиво цветущие. В принципе, он не ядовит. Но дело в том, что из наперстянки как раз делают лекарства для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но имейте в виду, что лекарства – это, значит, в небольшом количестве. А если взять эту наперстянку и в больших количествах, грубо говоря, съесть, то, конечно, проблемы с сердцем как раз у вас и начнутся. Между прочим, Агата Кристи в одном из своих романов именно наперстянку использовала в качестве орудия убийств. Ну, и еще одни, конечно, есть такое растение, которое называется ландыш майский. Красивые цветы, великолепный аромат, всем очень нравится. Но вот эти плоды, которые завязываются, ягодки, вот они как раз внесут себе большую угрозу. И многих, особенно детей, они могут соблазнить. Имейте в виду, сильное отравление после них бывает. Ну, теперь перейдем к кустарникам, которые могут представлять для вас опасность. Ну, не зря мы стоим возле гортензии. Очень популярный кустарник, цветет красными, фиолетовыми, бело-зелеными такими соцветиями. Очень красив, очень популярен. Ну, и многие, особенно дети, конечно, пытаются вот эти цветочки красивые кушать, как сахарную вату. Им это что-то напоминает. На самом деле сильнейшее отравление может быть, вплоть до комы. Правда, к счастью, уже есть в медицине специальное средство, которое противодействует распространению этого яда. Но все равно будьте осторожны. Очень часто в последнее время стали садить на приусадебных участках жимолость. Жимолость душистая называется, или жимолость каприфоль. Действительно, вот такие великолепно смотрящиеся цветы, которые еще очень приятно пахнут. Очень красивое растение. Но имейте в виду, ягоды, которые на них образуются, они, в общем, достаточно ядовиты. Как альтернативу вы можете посадить жимолость съедобную. Это высокий кустарник до 2 метров высоты, на котором завязываются большие крупные ягоды, наподобие голубики, такого черно-сизого цвета. Вот они как раз детям очень полезны, потому что достаточно много содержат в себе йода, марганца и цинка. Для создания живых изгородей часто используют беричину и бузину красную. Действительно, хорошие живые изгороди получаются, они красиво цветут, но на них завязываются ягодки. Вот будьте внимательны и аккуратны с этими ягодками, потому что они все ядовитые. Еще один часто встречающийся кустарник – это можжевельник, конечно. Строго говоря, только можжевельник обыкновенный, обладает плодами, которые можно употреблять в пищу или для медицинских целей. Все остальные можжевельники, плоды их ядовитые. Действительно, с ними будьте крайне аккуратны. Несмотря на то, что в южных парках повсеместно для озеленения используют вот такое вечно зеленое хвойное деревце, которое называется тис ягодный, все буквально его части абсолютно опасны и ядовиты, причем яд очень сильный, который действует на центральную нервную систему. И веточки, и хвоинки, и корешки. Поэтому даже трогая его руками, желательно после этого просто мыть руки. Самое интересное, что вот плоды его, красные ягоды такие, вот они как раз съедобные. Птички многие ними питаются. Кстати, вот многие от них страдают, потому что вместе с ягодкой хвоинка попадает к ним в пищеварительный тракт, и птица может тоже погибнуть. Красивая лиана, которая называется глициния, которая цветет великолепным каскадом прямо цветов. В конце концов, из этих цветов получаются семена, как горошинки маленькие. Удивительно ядовитые, и не стоит даже пытаться их пробовать, потому что отравление вам гарантировано. В тяжелых случаях придется вас ложить в больницу и ставить капельницу. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Смотрите наши видеосюжеты, а еще лучше подписывайтесь на наш видеоканал на YouTube. Берегите себя и свое здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok